Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим вот такую следующую нимфу, которая относится к серии фильмов «Первая мушка». Как вы видите, здесь она огружена латунным шариком. Ну и, понятное дело, выполнены все сегменты, те, которые должны быть у имитации личинки. Это собирательный образ и ручейника, и другой нимфы. Но дело в том, что вопрос стоит не в этом, а в том, что большинство из вас мне задают те вопросы, которые мы сегодня сможем решить очень быстро. И по поводу бусинок, и по поводу огрузок. И самый основной вопрос, который вы мне задавали по поводу зацепов, значит, расскажу вам сразу. Я обычно или изготавливаю стандартно нимфу, или беру, допустим, изготавливаю так, что она у меня все время идет вот как джиг, в таком положении. Если шнур идет под углом, то, естественно, она у меня несколько в другом положении. То есть зацепы практически исключаются. Ну, понятное дело, зацепить можно все, что угодно. Давайте мы сейчас с вами изготовим такую нимфу, и я буду вам в процессе фильма параллельно отвечать на ваши вопросы. Значит, крючок я взял номер 12. Фирма мне предоставляет магазин «Страйк». Это не реклама. Дело в том, что чем они мне нравятся, как вы видите, довольно-таки хороший идет загиб для подсекания рыбы. Исключены холостые подсечки. Очень удобен в работе. Есть, конечно, ряд недостатков, но по сравнению с другими, допустим, фирмами, достаточно удобен крючок. Вот у меня, я сейчас вам покажу фирмы. У меня имеется... Выберем сейчас соответствующий номер. Вот такая очень хорошая серия «ЛС». Это вот десятый. Как вы видите, он напоминает форму тоже этого рачка «Граб-шримп». Но выполнен он из очень тонкой проволоки. Они хороши для сухих мушек или же для, допустим, определенных изготовлений нимф, которые не надо очень сильно, допустим, огружать, которые работают в толще воды. В нашем варианте мы будем ловить ближе к придонным слою. Нам надо хорошо огрузить. С крючком мы разобрались. Теперь, учитывая то, что, допустим, я сам токарю и выполняю определенные работы, я для себя изготавливаю всевозможные вот такие для огрузки латунные шарики. Но, как вы посмотрите вот на такую коробочку, здесь находятся все пластмассовые бусинки, которые можно купить в наших галантерейных магазинах. Сейчас я подберу обыкновенную бусинку, свинец и все, что мы будем с вами изготавливать, огрузку, ту, которая у нас есть под руками. Вот я подготовил, как вы видите, обыкновенный пластмассовый шарик, который мало чем отличается от латунного. И самое-самое основное, шарик у нас должен находиться вот в таком положении, уже в готовой нимфе, как вот стоит у меня. Допустим, для того, чтобы не зайти за то место, где у нас находится наша огрузка, я обычно делаю следующую операцию. Буквально немножечко сдвигаем шарик, запомнили место, где у нас находится, будет находиться. Наносим капельку клея и промажем слегка вот так то место, где мы будем с вами сейчас крепить нить. И я беру обыкновенную нить, которую мы выполняем в вязании, и в этой точке я закрепил нить. Все, мы с вами обозначили то место, как вы видите, куда дальше у нас уже шарик, шарик не заходит. И беру, если у вас имеется, допустим, листовой свинец, вот у меня друг Олег, разные вот такие вот большие, маленькие кусочки, я потом его прокатываю и делаю соответствующей себе толщины вот такой листовой свинец. Лучше, конечно, использовать те материалы, которые подготовлены для этого, но не каждый сможет, допустим, приобрести себе вот такую катушку свинец. свинца. Или же, допустим, наборы, которые продают для огрузки. Но мы с вами берем сейчас вот кусочек свинцовой проволоки. Беру утконосики и слегка вот так вот сплющиваю край моего свинца. Отвожу обратно в свинец и, как вы видите, я на это место завел под свинец, под шарик и уже здесь могу с вами окончательно уже это закрепить. Стараемся так, чтобы это не было много, потому что мы сейчас с вами добавим немножечко клея и все это сверху будем крепить. Значит, посмотрите, мы должны с вами закрепить полностью весь вот этот материал свинец вот так на верхней части нашего крючка. я не отламываю, не отрезаю. Вот дошли мы до этого момента, где у нас начинается загиб и практически нам больше вот этой толщины не надо. Я беру и очень сильно сплющиваю свинец. У меня выходит вот такая хорошая ступенька, которую я могу отрезать или же культурненько отломать. Я всегда вот так слегка ножницами отрезаю на косую. Легче так крепить весь материал. Поправили, проверили наш шарик, все нас устраивает и теперь самое-самое ответственное. Больше уже мы не сможем что-либо исправить. Я беру, промазываю все хорошо клеем и место крепления нашего шарика и там, где мы с вами наш свинец прихватили, потому что прокручиваться он не должен. и берем теперь обыкновенную проволоку, которая медная, трансформаторная, как я ее называю, используется для обмотки трансформаторов диаметром где-то 0,22 0,25. Подберете для себя сами, это вот та, которая у меня, допустим, была в данный момент. Подхватили ее. Пока клей наш не подхватился, подхватываем, вот так закрепим аж до почти окончания загиба нашу проволоку и оставляем вот в этом положении. Берем теперь наш шарик и одеваем на место, там, где мы оставили его для свинца. Желательно сейчас не торопиться, подождать, чтобы наш шарик хорошо приклеился. Давайте подождем. Наш клей подсох, шарик подхватился, еще, конечно, немножко не до конца, но пока он будет еще у нас подклеиваться, я теперь беру, выставлю в удобное для себя положение наш крючок в тисках и выполню обмотку проволокой аж до самого шарика. Теперь посмотрите, как вам видно, вот камера передает, он у нас достаточно плоский с одной стороны и имеет объем сбоку. Это то, что в моем варианте, так как я хочу изготовить свою личинку, чтобы у меня она была, если смотреть, с одной стороны достаточно жирная, с другой стороны прогонистая. И проволокой давайте мы теперь выполним, считайте, как нитью, выполним и огрузку и в то же время изготовим тело, не нарушая пропорции, то есть здесь у загиба тоненькая и расширение идет к нашему шарику. Давайте выполним подгрузочку. Поставили крючок в удобное положение и я сразу поменял нить на значительно тоньше. Нам понадобятся с вами определенные материалы, те, которые у вас есть под рукой. Что мы берем? Крепим сейчас с вами ту пленочку, которая будет у нас выполнять роль верхней спинки. Скажу сразу, я беру вот обыкновенный полиэтилен, который был в какой-то упаковке, покажу вот вам с торца, я его оторвал, но он несколько мягче, чем тот, который из упаковочного и из него мы с вами будем изготавливать. Отрезал полосочку. Если у вас имеется вот такие наборы, которые специально продаются фирмой Хэнс, разные, можете взять или же как мы с вами уже изготавливали, вот есть кусочек резины медицинской резиновой перчатки, тоже можно использовать. Также можно использовать наше известное изделие номер 2. То есть любой материал, который вы сочтете необходимым, можно использовать для изготовления. Слегка подкосую подрежем для лучшего крепления, чтобы не было нагромождений нашего материала. Вот так сделаем небольшой уголочек и подхватим, чтобы строго-строго у нас сверху находилась наша вот так вот пленочка. сперва немножечко и потом уже с небольшой натяжкой закрепим материал. Вот в этом месте я так думаю будет вполне достаточно. И теперь нанесем каждый раз желательно после вот крепления таких материалов, потому что как леска, полиэтилен, ну это те материалы, которые ребята, вы сами знаете, недостаточно хорошо и надежно могут закрепиться у нас при изготовлении нашей нимфы или мушки, неважно. Теперь нам следующий материал это вот обыкновенная леска, правда толщина ее где-то до 0,1. Вы для себя подберете толщину сами, потому что все зависит от величины крючка. Укладываем ее сверху, так как мы промазали клеем, нас не пугает то, что она выдернется и продавливая вот так наша леска хорошо попадает в провалы в проволоке. Оставляем, убираем эти элементы и обычно я беру как всегда вот люрис, который был новогодним дождиком, не совсем правда он значительно крепче, если нет можно использовать обыкновенный люрикс, который продается вот я вам покажу в рукодельных магазинах, там где занимаются наши женщины рукоделием, вот такие разные наборы люрикса, которые тоже подходят нам для вязания наших мушек, достаточно крепкий. И теперь все, мы с вами уже выполнили основную работу, та, которая должна быть, мы закрепили все, что нам необходимо, теперь остается у нас выбор, из чего мы будем делать. Как я уже вам неоднократно показывал в фильме про даббинг, есть разные материалы, из которых можно изготавливать. Кстати, отвлекусь и скажу немножко, обидно, конечно, потому что не только одни чехи, но и также польские рыбаки, нахлыстовики, болгарские, внесли значительный вклад по изготовлению всевозможных вот таких нимф. И когда говорят чешская нимфа, ну, забывают немножко других друзей, которые принимали тоже активное участие, в том числе и французы. Значит, поэтому в основном мы сейчас будем изготавливать тот вариант, который, как говорится, изготавливали чехи. У них, получается, идет однотонна и добавляется немножечко оттеняется грудка. Без этого шарика вместо шарика используется точка атаки, берется или же вот красный какой-либо даббинг, делается точка. Мы сейчас изготовим с вами тот простой вариант, который работает и не надо нам заморачиваться. Значит, я беру вот такой серый даббинг с набора, он достаточно мелкий, это кролик. Если у вас имеется, допустим, кролик несколько другого цвета, пожалуйста, используйте. Но желательно, чтобы мех сам по себе не был грубым, так как у нас ворсинки должны играть, а у грубого меха уже такой игры не получится. Берем, как всегда, клей, ваксу, все, что у вас имеется в наличии, пока крючок не переставляем, я слегка вот промазываю и маленькими-маленькими порциями, стараемся сильно не усердствовать, берем даббинг и, как обычно, я беру, наношу на нить маленькими вот такими щепоточками, слегка подхватывая, распределяю этот даббинг на нити. Пока не подкручиваю, не закручиваю, то есть он у нас никуда не уходит, не падает, а ровненько находится у нас на нитке. У нас должна выйти приблизительно вот как я покажу, вот такая пушистая, это еще у нас ничего не закреплено. И теперь я опускаю нитку мою вниз и прокручиваю практически в любую сторону, в ту, которую нам будет удобно. Можно положить на палец и вот так спокойно прокрутить. У нас получается в то же время и достаточно крепкая, рыхлая, вернее, не рыхлая, крепкая, и в то же время получается вот у нас вот такие хорошо торчащие остевые волоски. Как видно, достаточно хорошая даббинговая у нас получилась нить. И аккуратно-аккуратно стараемся сильно не нагромождать материалы, виточек к виточку начинаем выполнять обмоточку нашего тела. Много не усердствуйте, не набирайте буквально 10-12 сантиметров, будет вполне достаточно. Вот мы промотали до того момента, где можно уже спокойно переставить крючок. Давайте переставим крючок и продолжим дальше. Одним и тем же материалом мы должны выполнить обмотку до нашего шарика. Буквально не дошли пару миллиметров до шарика, и как вы видите, мы изготовили вот такую вот куколку. Я сделал пару накидных петель, теперь поставим в удобное положение для нас крючок, чтобы вам было видно. И как обычно я уже говорил, здесь уже не имеет значения, потому что мы будем с вами сегментировать уже леской. Выполним в качестве украшения нашим люрексом обмотку по телу. если попадают допустим, как вы видите, вот волоски, это не страшно, мы их потом с вами подчешем ровно столько, сколько нам необходимо будет для наших ножек. Выполнили один полный оборот у шарика, подхватили ниткой, и обязательно на это место, друзья, надо капнуть клей годится. И теперь, как всегда, можно взять вот есть еще вот такие наборы даббинга, но это кролик, у которого значительно хорошая длинная вот такая остевая часть, но я, если есть возможность, я всегда беру и использую перо павлина. Что мы делаем? Для того, чтобы вот ноги берут и отрезали. Я не отрезаю, потому что обычно, если взять вот так за кончики перьев и потянуть, они оторвутся там, где они должны оторваться. Закрепим буквально парочка бородок, больше нам не надо нашего пера, нить оставляем здесь и желательно слегка их подкрутив, в любую сторону не имеет значения. Заходим немножко на наше тело и начинаем здесь хорошо-хорошо проматывать. Формируем, уже начинаем формировать грудку, которая у нас будет у нашей нимфочки. Вот мы выполнили, закрепили материалы, армировать нам не надо, так как мы хорошо сейчас сверху закроем пленкой, убираем остатки материала. Значит, вся красота нимфы будет заключаться в том, что мы должны с вами вот сейчас до уровня нашего пера, которым мы обмотали, выполнить одну часть, а потом уже выполнить другую часть нашей нимфы. Вот я перевернул пленку и, как вы видите, у нас цвет не поменялся. Это один из вариантов, как желательно изготовить вот нимфу, та, которая есть, вот хотите розовую, серую, оливковых тонов, как вам будет удобно. Учитывая то, что я хочу ее сделать несколько другую, я беру коричневый фломастер или, как вам уже удобнее слышать, перманентный маркер, нанесу из внутренней стороны. Желательно дать немножечко, совсем-совсем-совсем немножко ему подсохнуть и взять другой вот такой вот черный и потом уже нанести определенные вот так вот точечки, так как вот у ручейника или у нимфы имеется рисунок на их панцирном покрове. и даем немножко подсохнуть для того, чтобы наша краска впиталась в полиэтилен. Буквально парочку секунд, если хороший маркер. Как вы видите, у нас уже нимфочка несколько другая. Значит, что мы делаем? Аккуратно, так, чтобы не повредить то перо, которое мы закрепили, переводим в точку крепления, там, где было наше перо павлина, аккуратно укладываем нашу пленочку и одним оборотом обозначили, посмотрели, подровняли, так, чтобы четко вот так она лежала сверху и огибала хорошо наше тело. Как вы видите, шириной той пленки, которую вы для себя подобрали, вы будете регулировать ту пленочку, которая будет огибать ваше тело. Теперь самое основное. Вот у нас по-прежнему, почему я намотал павлином, у нас здесь будут крепиться материалы, но наш павлин останется на том месте, где мы его закрепили. Буквально мы создали ту подушку, на которой будет потом образовываться наша грудочка. И мы не выбрасывали с вами вот эти перья, нам потом будет только лишь один оборотик выполнить этим пером. Берем теперь нашу пленку, ставим крючок в удобное положение, отгибаем ее обратно, сделаем здесь буквально парочку узелков, чтобы нитка не ушла. Если кому неудобно, можно ее вплоть до того, что даже удалить. И самое-самое основное теперь, ребят, от этого будет зависеть вся красота вашей нимфы. Берем, зафиксировали наш крючок, и теперь поддерживаем ноготком, чтобы наша леска не убежала, выберите влево или вправо, в какую сторону вы будете двигаться, это уже не принципиально. И начинайте продавливать хорошо вот этой леской, создавая те ребрышки, которые имеются у живого насекомого. Старайтесь следить за тем, чтобы наша пленка никуда не уходила. как я уже неоднократно вам рассказывал, от толщины этой лески вы для себя выберите сами. Если захотите, у вас будут сильно эти ребрышки выглядывать. Нет, значит, будут меньше выглядывать. леску также можно использовать в качестве вот того элемента, который, как вы видите, мы уже с вами промотали, хорошая, красивая, сделали сегментацию. Перевожу леску и здесь буквально сделаю один полный оборот. Хорошо закрепили. и теперь уже окончательно капнем немножечко сюда клея, закрепим остатки нашего пера и выполним здесь, ну, может, пару-тройку оборотов для того, чтобы вскрыть все эти наши следы. Нить переводим в район шарика. Также, как я уже говорил, слегка подкрутили. Если бы мы с вами не проматывали сперва, как вы видите, у нас густота осталась та же самая, если при намокании у нас перо будет хорошо смотреться все время, поэтому выберите сами. Можно подмотать даббинг, а потом уже, допустим, намотать перо. Ну, я изготавливаю так, как вы видите, расход пера практически одинаково и большого значения для изготовления не имеет. Закрепили материалы, удаляем сразу остатки, чтобы нам не мешали. Подхватится пусть немножечко наш клей. Делаем теперь здесь завершающий узел. Подождем, пока схватится клей, и подкрасим теперь нашу грудку. Значит, что я беру? Также, но уже беру окончательно черный фломастер, и черным фломастером изнутри начинаю подкрашивать нашу пленку. Значит, можно потом еще все это снаружи повторить, но, учитывая то, что изнутри мы уже с вами прокрасили, значительно дольше будет служить вот это наше вымывание. Если имеются у вас специальные материалы для изготовления допустим наших спинок, не обязательно фирмы Хэнс, имеются очень другие фирмы, достаточно известные, используйте их, выйдет значительно лучше. Ну, как вы понимаете, вы просили изготовить из того, что есть. Вот у нас, если мы натянем нашу пленочку, вот вы видите, у нас уже хорошо обозначена наша грудка. Переставим нить и переставим крючок. Мы с вами переместили нить колечко, поставили в удобное положение крючок и опять повторяем ту же самую операцию, которую мы с вами выполняли. Нанесем также наш клей на нить. нить. теперь я буду брать, вот возьму определенное количество, то, которое мне необходимо из пакета. Ну, пробуйте, как у вас выйдет там больше-меньше, это уже не так важно. И я уже выкладываю не в длину, а выкладываю в ширину для того, чтобы у меня сохранились мои бородки. можно расщепить нить, можно сделать даббинговую петлю, это так, как для вас будет удобно. Большого значения здесь не имеет, поэтому мы сейчас с вами нанесем необходимое количество даббинга. и я беру так же, как я вам уже говорил, прокручиваем нить и изготавливаем нашу даббинговую хорошую веревочку. вот как вы видите, у меня вышла вот такая с определенным количеством меха, который вот торчит, его можно взять, обобрать руками и опять же нанести на эту же нашу нить, которую мы с вами изготовили. Прокрутили, опять все у нас закрепилось. И теперь аккуратно, ровно вот столько, сколько нам необходимо, мы сформируем нашу грудку. Для чего нужны вот эти волоски, торчащие, для того, чтобы мы могли сымитировать лапки, которые есть у нашего живого насекомого. Если у вас имеется несколько другого оттенка, коричневого или серого, пожалуйста, используйте, это не имеет значения. Сформировали пышненькую такую грудь, прохватили, прошли и стараемся не доходить близко до колечка, так как нам необходимо будет еще крепить пленку и изготавливать головку. Домотали весь материал, который необходим. Здесь, чтобы мне было удобно работать, так как крючок стоит, нить будет соскакивать, я обычно всегда делаю пару узелочков. для того, чтобы спокойно теперь можно было работать. Значит, что у нас получается? Вот те волоски, которые достаточно длинные, я беру, стараюсь их вырвать и после этого берем наш любимый инструмент, начинаем подчесывать наши лапки. как вы видите, вот больше, меньше, это мы уже с вами потом подровняем, это уже в данный момент не принципиально. Берем теперь нашу пленочку, подтягиваем и упираемся, как я уже говорил, ноготком вот в колечко и поддерживаем нашу пленку. делаем первый вот такой буквально бросили под весом катушки и оставили, подтянули слегка, опять перебросили катушку, подтянули слегка. Вот у нас уже мы нормально выполнили, продавили то место полиэтилена, которое мы будем потом с вами отрезать. Но теперь, друзья, остается выполнить только лишь одно. я беру наношу на нить клей, которым мы с вами пользовались, делаю пару оборотов, переламываю мою пленку и уже по пленке, как вы видите, мы выполняем, сделали, закрепили ее замком и выполняем наши обороты. Ну, теперь остается только лишь отрезать и навести порядок на нашей нимфочке. Вот и все, друзья мои, как вы видите, у нас достаточно вышла симпатичная, привлекательная, со всеми элементами, которые вот есть в этой нимфочке и также она со смещенным центром тяжести. Пробуйте, экспериментируйте с разными материалами, оттенками, цветами. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!